Общественная организация «Колыбель» существует в нашей области уже 21 год. Она приходит на помощь всем тем, кто в ней нуждается. Многодетным, мамам-одиночкам, женщинам, которые ступились, но сейчас восстанавливаются в правах на ребёнка. Материально, психологически и юридически. Одно из важных направлений деятельности организации – предотвращение абортов. За время работы общественникам удалось спасти более двух с половиной тысяч маленьких жизней. В вещевом фонде «Колыбели» есть всё необходимое, что может понадобиться с малышом, начиная с одежды и заканчивая колясками. Работа организации держится на волонтёрах. По словам руководителя филиала Ирины Барашковой, сейчас на учёте более 70 женщин, которые регулярно приходят сюда. Если раньше каждому ребёнку выдавались продуктовые наборы, которые привозились из областной «Колыбели», то сейчас этого нет. Спонсоров становится всё меньше. Этот год прошёл сложно, в том плане, что спонсоры у нас пропадают. Раньше нам приносили и памперсы, и продуктовые наборы. Сейчас уже этого нет. В «Колыбели» только есть возможность помогать вещами. Сейчас вот будут утренники. Все эти нарядные платья, они у нас есть. И они очень дорогие. Они буквально на один-два праздника дети потом вырастают. То есть мы нужны людям. Также у нас здесь действительно очень дружеская, тёплая атмосфера. Мы можем предложить помощь психолога, если женщине требуется. Помощь юриста. У нас нет юриста, но мы связываемся с «Колыбелью». Все вопросы решаем. Есть приют в Иванове. Она может описать свою ситуацию и временно там находиться. Вместе с детьми. Для районных жителей. Есть, да. И многие фурмановские женщины знают, что пользовались этим. Потому что действительно ситуации бывают разные. И бывают очень благополучные семьи. И что-то происходит. Заболел муж. Сейчас СВО. Погиб муж. И женщины остаются. Пять-шесть детей. И теряются. Теряются. Приходят к нам. Мы стараемся поддерживать женщин. В «Колыбеле» много вещей, одежды, обуви на детей самого разного возраста. Есть вещи и на взрослых. Большое количество игрушек различных. Развивашек, игр, книг. Вещи приносят жители города. Также они поступают из московского магазина «Секонд-хенд». Платья, юбки, свитера, брюки, шапки, шарфы, куртки. Все чистое. Ксения рано осталась сиротой. Жизнь ее не баловала. Она мама четырехлетней Даши. А в ближайшее время ждет появления на свет еще одной дочки. Говорит, что в «Колыбель» приходят регулярно. Здесь работают добрые люди, приятная атмосфера, а еще возможность получить хорошую добротную вещь, тем самым сэкономив семейный бюджет. Чувствуешь, что ты не одна, что ты можешь прийти, что будет такая поддержка, даже чисто и словесные, и материальные. На самом деле это очень большая помощь. На самом деле очень хорошо, что у нас в городе есть «Колыбель». Не у всех есть такая вот возможность прийти и получить помощь бесплатно. У всех разные ситуации. У кого-то полегче, у кого-то посложнее, но в итоге все равно помощь такая нужна всем. И вещи-то хорошие. И вот мы одеты, вот мне скоро рожать вторую. Очень много и грудничкового всего взяла. Все приготовилась к родам. На Новый год мы здесь взяли коньки, нашли хорошие книжки, выбрали игрушки. Вообще у Даши благодаря «Колыбели» столько всего и кубиков, и пазлов дома. И много настольных игр, таких как лото, всякие викторины, которые еще на вырост. Вообще у нее много всего, потому что вот приходим, и вот сколько я уже хожу с первой беременности. В этот день маленькая Даша ушла не только с новыми игрушками, но и гостинцем. Однако, говорит руководитель филиала, на учете здесь более ста детей. И хотелось бы, чтобы сладкий подарок к Новому году получили все. Мы просим всех взрослых людей помочь Деду Морозу, поздравить детей, увеличить количество радости на земле. Потому что, когда мы совершаем добрые поступки, мы обстоятельства жизни нашей улучшаем. Если есть возможность, пожалуйста, приносите нам сюда, в «Колыбель» новогодние гостиницы. Потом мы их раздадим детям, нашим подопечным. Наш адрес – город Фурманов, улица Социалистическая, дом 8. Вторник, четверг, суббота, с часу до трех. Светлана Баварская, Виталий Сгринкаст, телеканал Фурманов ТВ.